Субтитры сделал DimaTorzok Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Как видите, несмотря на ужасную погоду, у нас уже пошел первый снег. Я так думаю, мы все равно продолжаем снимать. И сегодня мы снимаем замечательный Turbo Taz. В прошлый раз, когда я снимал видео о трешке BMW против Audi A4, я попросил всех своих подписчиков, может быть, у кого-то есть хорошо, правильно сбалансированный Turbo Taz, чтобы его сравнить с горячими хэтчбэками. Ну, уже в понедельник, через несколько дней, снимаем сравнительный тест-драйв горячих хэтчбэков в Мечково. Я очень хотел, чтобы там присутствовал какой-нибудь правильный сбалансированный Taz. И сегодня у нас именно этот Taz. Сразу же откликнулся мой подписчик, и он предоставил Lada Kalino Sport. Значит, в максимальной комплектации и из опции есть здесь замечательный турбомотор. Вообще, самое интересное, что у него есть нормальная дизельная пятерка BMW, но в связи с повышением цен на горячие хэтчбэки, на все остальное, он хотел какую-то себе игрушку. Вот, и он собрал его, потому что горячий хэтчбэк сейчас стоит, ну, полтора, хороший, два, там, это какой-нибудь мощный вак. Вот, ну, в общем-то, затраты его были достаточно минимальные. Он купил за 500 тысяч рублей новую Lada Kalino, вот, и 100 тысяч рублей у него ушло примерно на железо, на доработки. В общем, автомобиль стал в 600 тысяч рублей, поэтому он собирал именно тачку для души. Ему не обязательно было горячий хэтчбэк, не горячий, надо было быстрое что-то, и вот он установил свой вариант на турбе. Кстати, а если бы они на автору, сколько они стоят, годовалые, двугодовалые, на сколько они? Ну, в общем, за 300, за 400. А продаем за 400. Короче, за 400, ну, в общем, ссылки мы в описании на БУ Kalino, вот. Но, тем не менее, этот бюджет можно было еще снизить, если бы мы взяли, например, автомобиль БУ. В общем, 600 тысяч рублей. Что у нас есть за 600 тысяч рублей? Но внешне, как вы видите, особых отличий нету. Это базовый спортивный обвес, это 16-е колеса, это правильные, отстроенные, очень важно, правильно отстроенные дисковые тормоза с завода. А потому что обычно, когда ставишь, машина начинает закидывать, перекидывать, и очень сложно отстроить тормозные усилия. Правда, у нас не очень хорошая резина, поэтому визуально, вот спереди и сзади мы давайте этот автомобиль обойдем, здесь ничего такого нет выдающегося, только вот не через тонировку, видно вот эти уже три замечательных прибора, которые выдает этот автомобиль. Значит, сзади все, Kalino Sport, все хорошо, даже у нас практически стандартный выхлоп с набалдажником. Вот, правда, там вся труба примерно такого же диаметра, весь выхлоп на 60-й трубе. Фирменный завал задних колес, это тоже, в принципе, с завода, поэтому вот так вот визуально ничего не ожидает и не предвещает для владельцев иномары, когда ты стоишь с этим автомобилем на светофоре. А так она в белом цвете смотрится очень гармонично, эффектно, все стильно, если бы мы еще могли затонировать автомобиль, у нас такая заниженная задняя часть, у нас все в черно-белом цвете, агрессивная морда, очень красивые эффектные воздухозаборники на капоте, он такой рельефный, тепло, хорошо, горяченький мотор. В общем, все замечательно. И когда мы начинаем присматриваться, у нас уже такой тут кулерок стоит небольшой, опять же, все правильно, в черном свете, все сбалансировано. Дело в том, что мы раньше делали тазы быстрые, но когда научились их строить там турбо, они были несбалансированные, потому что надо сделать так, этот таз сделан так, что он правильно рулится, он правильно тормозит, он не экстремально как-то разгоняется, тормозит, то есть вы не испытываете какое-то удивление и не орете, как ненормальный. Давай! Все! Ой, страшно. Вот, и он достаточно ресурсный и, конечно же, дает положительные ощущения. Давайте посмотрим, что у него под капотом. Итак, под капотом, значит, у нас, как мы видим, все красиво, разноцветно. Это уже абсолютно нестандартно. То есть, то самое выражение, когда богатый внутренний мир. То есть, у нас разноцветные провода, здесь просто все цвета радуги. Значит, за основу взят базовый двигатель, практически стандартный, 1.6, 16 клапанов. Правда, эти стоят Нива-поршни уже с пониженной степенью жетия. Турбо-ресивер. Стандартные валы, именно Калина Спорт. Турбина TD-04. Отшито все на январе 5.1. У нас тросиковая педаль газа, около 200 л.с. Коробка стандартная и блокировка дифференциала. Все. Вот все это такой, в принципе, стандартный набор. Ну, вот здесь из мелочей можно вот эта любимая тема-то заводов. Это, например, фильтр от Фокуса 2. Что, вот. Поэтому, в принципе, получился нормальный, правильный, ресурсный мотор. Вот. Но отшит уже на январе 5.1. По подвеске. Здесь просто стандартную подвеску, Калиновскую, ее усилили. То есть, поставили дополнительные стабилизаторы, поставили треугольные рычаги. У нас появился подрамник. И все. Все. Вот, в принципе, простой рецепт. Ну, как бы, дешево и сердито. В принципе, за 600 тысяч у нас получился новый хэтчбэк. 200 сильный. С блокировкой дифференциала. С нормальным салоном. С кондиционером. Ну, это про салон я потом расскажу. Все хорошо. Без прикрас. Настоящий истинный турботаз. ТАСС. Здесь мне подсказывает владелец, что еще неинтересно. Я сказал, масляный радиатор. Аккуратненько. Вот что мне нравится в этом автомобиле. Здесь все сделано аккуратно. То есть, провода никакие не торчат. Все правильно. И самое главное. Без какого-то внешнего пафоса. То есть, без обвесов. Без, значит, фар, где торчит, например, воздушный фильтр. Все хорошо. Правильно. Шланги. Все разноцветное. Замечательно. И бюджет 100 тысяч рублей. Ну, по технической конфигурации, в принципе, все. 200 лошадей на эту массу неплохо. Поэтому я понимаю, что сравнивать этот машин... Этот машин. Сравнивать этот автомобиль... Вот что у нас там будет на тесте? У нас будет GTI, Megane RS, OPC. У нас также, возможно, будет Гранта атмосферная, кольцевая. Ну, с кольцевым мотором. Ну, этого уже посмотрим. Но все-таки надо шансы этому автомобилю себя обязательно проявить и показать, на что он способен. А сегодня мы просто покатаемся. Я вам внимательнее расскажу про конфигурацию, потому что тогда уже времени будет. Будет много ярких, крутых хэтчбеков. И здесь мы уделим все-таки внимание нашим замечательным... Нашей замечательной Калине. Очень легкий капот пластиковый, кстати. Прям... Вот. Давайте посмотрим, что у нас по салону внутри. Садимся в салон. Ну, вот так вот, в принципе, автомобиль завели и не скажешь, что здесь около двухсот лошадей. Тихо. Тихо. Ну, вот. Так, что у нас здесь интересного? Ну, как я уже говорил, в Калине достаточно приятно сидеть. Удобный руль. Сразу же кидается в глаза у нас дополнительные приборы. И самое интересное, посмотрите, как грамотно здесь вмонтирован в передний и левый дефлектор, бортовой компьютер. Смотрится шикарно. Ну, здесь у нас все... Все с января выводятся те показатели. То есть это расход в литрах в часах. Температура. Расход 1,6 литра в час, кстати. Скорость у нас указана. Зарядка аккумулятора. Ну, вот все необходимое. Вообще садишься в этот автомобиль, у тебя все в дисплеях, все в приборах. Здесь у нас электронный спидометр, который теоретически может даже разгон до 100 замерить. Ну, пока лучшее, что показал этот автомобиль, где-то 6,2-6,3, по словам хозяина. Поэтому я не думаю, что сегодня мы сможем показать хороший результат, потому что, ну, сами видите. У нас есть лаунч. И у нас сзади такой правильный звук выхлопа, опять же. Самое интересное, значит, вот эта вот замечательная кнопочка, которая ограничивает давление наддува. То есть, вот если мы ее отключаем, соответственно, наддув у нас где-то 0,7-0,8. И у нас около 150 лошадей. Если мы включаем, то у нас уже около 200 лошадей. То есть, автомобиль едет в полную силу. В принципе, уже что, надо ехать? Что я тут еще можно рассказать? Ну, в динамике пионер стоят здесь. Более-менее приличная музыка. Так, здесь по комплектации у нас и кондиционер. Обдув, все хорошо, все нормально работает. Ну, вот, знаете, вот эти сидения неплохие. Нижняя подушка немножечко ее увеличили, поэтому сидеть здесь приятно. Значит, также, в принципе, мы можем здесь, машина отстроена так, что мы можем переключать передачи без сброса газа. То есть, при постоянном наддуве. Вот у нас наддувается она вот 0,2-0,4. Классный звук. Так, ну что, давайте уже начнем тест-драйв. Потихонечку поедем. Значит, на данный момент мы едем пока на минимальном бусте, чтобы привыкнуть, чтобы почувствовать автомобиль. Сейчас у нас пока в районе 150 лошадей. Ну, в общем-то, так она тянет в парковочном режиме замечательно. Ровненько. То есть, в отличие от мощных атма, у нас нет какого-то такого подергивания, что характерно, например, для высококрутильных атма, которые сделаны на маленьких объемах. Попробуем. Говорить, наверное, от мягкости и энергоемкости подвески тут не приходит. Хотя более-менее ничего не трясется. Все нормально. Давайте переключимся на вторую, чтобы хотя бы нам... Вторая. Рычаг у нас тросиковый привод, поэтому у нас, в принципе, проблем с поиском передачи нет. Намного приятней. И интересней. Так. Ну, в принципе, тяга нормальная. На второй передаче она везде вывозит. Можно вот так вот двигаться не спеша на второй. Аккуратненько выезжаем. Ну, кстати, обзорность хорошая. Более-менее за рулем. Очень приятно и интересно. Места на уголок хватает. Ну, Калина, конечно, по сравнению с приорами славится этим более продуманным салоном. Места у нас много. Я вот со своим ростом чувствую себя не привык к сцеплению. Офигеть! Слушай, даже на 150 это очень хорошо. Хорошо. Тормозим. Пока привыкаем к тормозам, подвескам. И вот этот вот блок на тазу, оно шикарно звучит. Просто замечательно. Тихо. Милиция у нас всегда на готове. У нас, в принципе, стандартный ВАЗ. Ну, чего. Спорт же. Спорт. Если в случае чего спросят, скажи, так спорт, машина. Конечно. Так и можно. Есть спроса. Попробуй. Газ в полное переключение. Сцепление. Опа! Она пробуксовывает на твете. Ой, страшно. Блин, не привык к рулевке. Слушайте, мне кажется, я не богодрочер. Я так-то задрочил, мне кажется. Все в лет. Во мне просыпается тот тазовод, который верещит. И этот сброс газа, он шедевральный просто. Бло. Бес. Офигеть. Очень быстро получается, без сброса газа переключается. Реально очень круто. Сейчас, значит, мы проедем по прямой. Тут в пробках мы не будем увеличивать ничего. Да, ничего не изменится на самом деле. Ну, в смысле. Ну, динамик-то изменится. Динамик-то, да. Да, ничего не изменится, кроме динамики. Я вот пытаюсь нащупать тормоза, чтобы адекватнее реагировать. Очень интересный разгон. Очень приятный, правильный, хороший звук такой. И, в принципе, машина ведет себя более-менее адекватно. Но здесь недоработка рулевого управления. В любом случае, руль пустой. Например, если мы с теми же самыми BMW, то мы... Он вот такой вот. То есть мы видим это вот-вот. То есть реального кайфа, да. То есть мы получаем кайф от того, что нам какой-то там ягуар сзади моргает. Мы сейчас сделаем очень интересную вещь. Увеличиваем буст. Я думаю, что мы... Ну, сейчас он будет поворачивать направо. И мы посмотрим, что такое ярость тазов. Потому что он будет нас обгонять. Я не знаю, что это за ягуар. Это не видно. У нас еще мокро. Вот не самый удачный момент. Сейчас посмотрим. Вот она рядом. Идет. Давай! Все! Все! Минус ягуар. Ну, давайте его еще немножечко позаторим. Я люблю за это тазы. Я люблю за это тазы. Ну, давай! Без сброса газа. Да нет, мы так вот просто на передачу уничтожаем. Разница в разгоне. Ой, он сейчас. Вон он у нас свернул. Бедняга. Ты заснял? Ха-ха-ха-ха. Вот ты. И вот тут ты. Он сейчас без сброса газа. Попробуй просто. Сейчас я выйду напрямую, потому что страшно, блин. Я не могу. Это ужас какой-то. Это ужас. И вот за это ты любишь тазы дуру. И когда вот этот вот чувак на черном, на тонированном ягуаре, который моргает этой колине. Типа сейчас я его по внешнему радиусу объеду. Он это не смог сделать. И как вот все его надменности понты сразу ушли. А вот ты получаешь кайф. Понимаешь? Если бы ты его объехал, например, на какой-нибудь РАЗ-6, я не знаю, там, на гелике. Ну, это нормально. Это приятно. Но он уже, он этого ожидал. Но вот на колине, на белой. Ах, как хорошо. И прям вот день эмоциями какими-то наполняется. Понимаешь? Вот за это мне вот... Обожаю, сука, за это тазы. Это, наверное, никто не поймет. Особенно благодарю. Слушай, она так валит просто шедеврально. Это просто жопа какая-то. Я просто... Я, знаешь, когда он обгонял, я начал смотреть в зеркало заднего вида, нащупал какую-то передачу, нажал газ. Просто она его сделала. Шикарно. Класс. Просто класс. Турбо дозы валит. На второй. Ну, с Кандием на второй не очень. А, то есть Канди все-таки вводят, да? Да, в Допусте очень сильно влияет. В Густе, конечно, тоже влияет. Ужас, она шлифует очень сильно. Мне страшно. Не знаю. Я давно так не отдаю тачки. И когда вот это вот начинает подсасывать где-то, это жопа. Вот. Четыре вставил. У-у-у-у. Не могу. Прям. Не могу себе побороть страх. Я не знаю, как его носить потом. Начнет надо сейчас чуть попробовать. Что меньше трафика, но это класс. Надо Каспу был с собой взять шлем. Короче, сейчас надо все-таки попробовать разогнаться. Ну, вообще ощущение, как автомобиль, вот если вот не этот руль, хотя вот рулевое управление, на то, если строить, например, турбо Весту, вот это будет класс. Потому что она рулится же реально шедеврально, ну, для своей категории автомобилей. И это будет классно. Ну, потому что Калина все равно, вот эта вот тема, блин, она всегда все портит. Но она ходом дурно едет очень, очень быстро, очень. Сейчас попробуем поехать ходом без сброса газа. Потому что с места это бессмысленно. Это подавливать, всегда подавлять пробуксовку. Но мы сейчас она тоже... С места, да, с места. Она сейчас тоже будет шлифовать. Ну, просто с места, я говорю, не по такой погоде. С места она можно как бы... Вот, газ, пол. Так. Переключайся без сброса газа. О-о-о! Я что заметил на быстрых тазах, когда они очень сильно быстро разгоняются, дворчики не привыкли к такому сильному аэродинамическому сопротивлению ветра. И они всегда тупят. Вот даже сейчас был... Медленно вот так вот, видимо. Понятно. А у меня на двенашке их вообще как-то... Когда быстро разгоняешь, их так аэродинамически поднимает вот так вот. Клубовухи. Стреляет! Стреляет! Опа! Ну, тормоза более-менее хорошо держит. Если мы как-то хотя бы... Ну, кренов минимум. Ну, просто надо больше угол брать, чтобы зайти в поворот. То есть к этому рулю надо привыкнуть. Можно привыкнуть. Ну, просто заранее его закидывать на большие углы, поэтому можно пристреляться, в принципе, на ней по кругу быстро ехать. Но чтобы ехать по кругу, здесь нужна резина другая, вот не вот эта резина. Конечно же, надо проверить динамику Калины ходом, поэтому мы нашли соперника. Это Allroad. Три литра компрессора V6 F-Side 300 лошадиных сил. С места мы не поедем, потому что будет бессмыслено, поэтому поедем ходом, посмотрим на 100 лошадей как бы больше. И еще полный привод. Ну, вот я говорю, ты сразу слил. Все, а сейчас загоним. Законим. Блин, страшно. Переключайся. Все, без вариантов. Сантилака второй. Все. Ой, блядь. Все равно открутил. Тазы валят. Че смотрите? С телефонами сидят там. Видел, как выпал в тазу. Давайте еще раз попробуем. Сейчас поедет хозяин автомобиля. Готово? Давай, 30. Все, без вариантов. Без вариантов. Я что-то в старт провафлил. Не, ну, как тебе сказать, сейчас уже точно без вариантов. Тазы валят. Так, ну, что я могу сказать? Мне тут ВАЗ, это Калина даже. Эта Калина очень понравилась. Очень сбалансированный автомобиль. Конечно, не по такому покрытию. Единственное, что бы я порекомендовал здесь доработать, то это поменять главную пару, чтобы у нас передачи были длиннее, и мы могли меньше переключать. И, соответственно, у нас и теоретически должна подняться максимальная скорость. Но эта машина душевная. Это эксклюзив, который радует владельца каждый день. Это нестандартное решение. То есть, он тут много чего переделал сам. И он реально получает кайф от этого автомобиля практически каждый день, имея, между прочим, нормальную дизельную BMW. Вот. Я тоже сегодня получил... Ну, адреналина точно я хапнул пару раз. Вот. Поэтому очень будет интересно, как эта машина себя проявит в борьбе с горячими хэтчбэками, как она будет участвовать в конкурсе на ускорение, на тормоза и на время круга. Я искренне надеюсь, что наша Калина отечественная не подведет и покажет достойный результат. Спасибо большое, что смотрели. Вся информация о проекте «Из грязи в князи» в описании. Также там мои соцсети, контакты, почта и все остальное. Поэтому ждем битвы. Спасибо вам большое за внимание. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok